Всем привет! Это программа Ревю и прямо сейчас коротко о главном. Без вины виноватая. А шумотай раскритиковали за девичник. Плохой модели подиум мешает. На шоу Живанши случился конфуз года. Новая мисс Алматы вызвала волну негодования в сети. Ешь и не толстей, как казахстанцы отметили день семьи. Что, где, когда? Об успешных интеллектуалах в программе Ревю через несколько минут. Аша Матай распрощалась со свободной жизнью. Какой это был девичник! На праздники телеведущей собрались все ее подруги и жених Арман. Что молодой человек забыл на тусовке для девочек и почему дело закончилось инстаграм-скандалом, расскажет Сабина Таргаева. Среди подруг Аши Арману Конырбаеву затеряться не удалось. Все-таки жених артистки на прекрасную индианку, но нисколько не похож. Я, как вы заметили, не внутри, я на улице. Я просто сегодня привез Ашу сюда и, соответственно, я ее заберу. Привел меня не из-за того, что он мне не доверяет, а из-за того, что он боялся, что я пока дойду до назначенного места, что я могу споткнуться, упасть и покалечиться. У самого Армана мальчишник уже прошел. К слову, сценарий прибытия и отбытия был примерно таким же. Аша сопровождала жениха. Мой мальчишник не был таким ярким и вот таким вот шоу, как устраивает Аша и ее подруги. У нас все намного скромно. Среди приглашенных была замечена и родная сестра Армана Айгирим. По словам девушки, она уже успела оценить Ашу в качестве келин. Арман нас познакомил примерно год назад. Я до этого видела Ашу только по телевизору. В жизни она мне очень понравилась и мы сдружились. Поэтому я сегодня больше как подруга невесты здесь присутствую. На проведении вечеринки настояла сама Аша. Даже псевдоним Акботы, так на самом деле зовут артистку, имеет соответствующие корни. Мне хотелось, чтобы мои девочки были красивые, чтобы они были яркие, чтобы сегодняшнее настроение запомнилось на долгие-долгие года. И хотелось, конечно же, чтобы мои друзья с Инстаграма тоже поставили свои лайки на мой девичник. К слову, те самые друзья из интернета посыл Аши не поняли. От предательницы до бессовестной хейтеры, как всегда, не поскупились на комплименты. А что, в казахском стиле уже не интересно делать? Лучше бы в казахском стиле провели. Фу, фу, позор. В общем, высокообразованную и мега-патриотичную аудиторию казнета возмутил сам стиль проведения девичника. Плевать, что это личное дело человека. Эксперты в сети свято верят в свою правоту. Но в этот день невесте было не до надрывающихся от злобы комментаторов. Я счастлива, что сегодня сижу в саре, о чем мечтала очень давно. Будучи девочкой маленькой, я хотела, чтобы мой девичник был в стиле Индии. И если сама Аша никому так ничего и не ответила, за племянницу вступилась Баян Есентаева. Хочу сказать всем тем, кому не хватает образования, воспитания и элементарного кругозора. Уважайте свое, но не отказывайтесь от чужого. Или не смотрите индийские и турецкие сериалы, пересаживайтесь с японских и немецких машин. В любом случае, девичник Аши испортить не удалось. А традиционная узату состоится 19 сентября. Сабина Таргаева, Гани Калуов, Новости Ревью. Этот уикенд был богат на события. Пока Аша Матай плесала на девичнике, длинноногие красавицы боролись за звание «Мисс Алматы-2015». А когда услышали имя победительницы, были в шоке. За колесами конкурса побывал Артем Обленко. За титул «Мисс Алматы» боролись 12 девушек. В этом году победительница городского конкурса автоматически едет на «Мисс Вселенная». Вторая вице-мисс – Тамила Сарсенова, первая вице-мисс – Ассель Макашева. Ну а победа у 22-летней волейболистки Регины Вальтер. Когда уже назвали вторую вице-мисс и первую вице-мисс, я уже честно не надеялась услышать свое имя. Просто мне настолько трясло. Я уже ждала, когда же назовут эту «Мисс Алматы». Этот правильный выбор, что Регина победила, и я вторая вице-мисс. Несмотря на такие результаты, победа девушке досталась практически случайно. Судейская коллегия более получаса выбирала триумфатора. Актер и член жюри Максим Ахбаров признался, что перевес был в один голос. Каждый твердил свое, и я лично голосовал за определенную девушку. Я как только зашел в комнату совещания, я сразу сказал номер. Я, кстати, этой девушке подошел и сказал, что я за нее голосовал. Но большинство выбрало именно тех, кого мы видим сейчас. Баян Есентаева тоже была против такого расклада финалисток. Сразу же после этого в сети разразился настоящий скандал. По мнению юзеров, Регина недостойна короны. Я не скажу, конечно, кто. Обе участницы достойны. На самом деле, каждая участница достойна, они уже победительницы. Но действительно был тяжелый выбор между двумя участницами. Это первая мисс и мисс. Пока Вальтер отмечала свою победу, в США объявили имя новой мисс Америка. Ею стала 21-летняя Бетти Камтрелл, музыкант по образованию. Ей также, как и Регине, досталась путевка на вселенский конкурс. Так что можете оценить одну из будущих конкурентов нашей красавицы. Артем Абленко, Ирлан Абдуалиев, Новости, Ревю. Благо, ни одна конкурсантка мисс Алматы в процессе борьбы за корону не пострадала. Чего не скажешь о моделях, которые в эти дни работают на Нью-Йоркской неделе моды. С показа Живанши некоторые из них ушли с разбитыми коленями. Уважить дизайнера Рикардо Тиши приехали многие знаменитости. Ким Кардашьян в полупрозрачном, Никки Минаж в Леопардовом. Даже Джулия Робертс и Ума Турман почти лишили шоу в своем присутствии. Вера Вонг, Дауцин Крёс, Сиара и остальные гости ожидали от этого показа непередаваемых ощущений. Я приехал в Нью-Йорк сняться в утреннем шоу и заехал проведать мою девочку. И она мне говорит, угадай, куда мы идем сегодня вечером. В общем, я встретился с Рикардо, и он надел меня в это. Рикардо старался как мог. Вместе с ним над оформлением декораций работала известный художник Марина Абрамович. В итоге гости восседали на грубых деревянных скамейках, а моделям пришлось преодолевать многочисленные неудобные ступеньки на подиуме. Итог – два эпических падения. Одно из них принадлежит бывшему ангелу Виктория Секрет Кэндис Свейнпол. Рисковал навернуться на собственном показе и Александр Венг. На поклон к зрителям дизайнер выбежал практически голопом, но благодаря каким-то силам даже ни разу не споткнулся. Что касается шоу, то Венгу на огонек заглянули Тайга, Ники Минаж, Кайли Дженнер в окружении телохранителей, Канье Уэст под капюшоном и Леди Гага с другом. Я люблю Венга, он хороший друг. Коллекция «Весна-лето-2016» в стиле Венга – это спортивный шик, не особое разнообразие цвета и минимализм в крое. В общем, все то, за что его в свое время и полюбили в мире моды. Диана фон Фюрстенберг порадовала гостей своего показа легкими платьями и брючными костюмами. В первом ряду на шоу сидели Каролина Куркова, супруга мэра Нью-Йорка Кейт Аптон, а на подиум вышли самые востребованные на сегодняшний день модели – Кэндал Дженнер и Джи Джи Хадид. Есть что обсудить и участникам Венецианского кинофестиваля. Награды розданы, а осадок у некоторых остался. В этом году большую часть конкурсных картин составили истории, основанные на реальных событиях. А «Золотого льва» взял фильм о любви престарелого извращенца к юному мальчику. Лента издалека режиссера Лоренцо Вигаса покорила жюри кинофеста настолько, что они без сомнений и сожалений отдали ей главный приз. Как отметили критики, работа отличается хорошей режиссурой и драматичным сценарием, но как такового новаторства в ней нет. Это история о том, как немолодой мужчина платит беспризорным подросткам за то, чтобы смотреть на их обнаженные тела. Смелость мысли и покорила судейство. Создатель картины сделал смелый шаг. Это было рискованно, но он придерживался замысла от начала до конца. «Серебряный лев» ушел к аргентинцу Пабло Троперо с его криминальным триллером «Клан». Гран-при фестиваля достался анимации «Аномализа», в которой кукольные герои показывают встречу двух одиночеств. А в Торонто продолжается международный кинофестиваль. Сандра Балак презентовала здесь трагикомедию под веселым названием «Наш бренд Кризис». Неожиданно для всех на красной дорожке появился и Джордж Клуни. Поговаривают, после съемок в «Гравитации» актеры сильно сблизились. Конечно, я здесь, чтобы поддержать Сандру. Мы хорошие друзья, и мне это нравится. Помимо показов, в рамках кинофеста проходят и многочисленные вечеринки, как правило, благотворительного характера. А мы продолжаем. Верность мужчин – странный предмет. Она вроде есть, а вроде и нет. Измена коснулась даже Анжелина Джоли. У Брэда Питта уже и шестеро детей с актрисой, и дом полная чаша, а он все туда же. С бывшей переписывается. Стоит ли говорить, что Эндж просто в бешенстве? Когда Дженнифер Энистон вышла замуж, Анжелина расслабилась. Но оказалось, что рано. Содержание переписки между Брэдом и Джен неизвестно. Журналисты лишь выяснили, что Джоли и Питт до сих пор не разговаривают друг с другом. На фоне слухов о романе «Шарли Стерон» с Джейком Джилленхоллом стало известно, что и Шон Пен начал новые старые отношения. Актер вернулся к бывшей супруге. С Робин Райт мужчина прожил в браке 14 лет. У них двое детей. Ко всему прочему, недавно Робин тоже отменила помолвку. Сами знаменитости своей связи пока никак не подтвердили. Новым романом, судя по всему, может похвастаться и Бритни Спирс. После разрыва с Чарли Эберселлом исполнительница сблизилась с мужчиной по имени Гарри Мортон. О нем известно лишь то, что он владеет сетью ресторанов в Лос-Анджелесе. И в его невестах ходила Линдси Лохан. Крис Браун сейчас полностью погружен в отцовство. И теперь уже официально. Стало известно, что рэпер получил опекунство над внебрачной дочерью. Более того, суд устроили алименты в 2500 долларов от отца. В то время как мама малышки просила в шесть раз больше. И еще о детях. Дочь Джонни Деппа стала лицом Шанель. 16-летняя Лили Роуз рекламирует солнцезащитные очки модного дома. Стоит отметить, что представители фэшн-бизнеса уже пророчат девушке большое будущее. За участие в промо-компании крошка Деппа получила около миллиона долларов. Неплохо для первого раза, согласитесь. Тейлор Свифт в скором времени тоже сможет похвастать дебютом. Исполнительница сыграет эпизодическую роль в популярном сериале «Закон и порядок». Как сообщили в телекомпании, Тейлор сама предложила свою кандидатуру. Выяснилось, что девушка очень любит этот телепроект. И сниматься в нем готова совершенно бесплатно. Сабина Таргаева, новости ревю. Интеллектуалы никогда не пропадут. В этом уверены участники телеигры «Что, где, когда». Один из самых молодых и узнаваемых игроков проекта Илья Новиков показал свой ум в Алматы и готов поделиться с вами секретами своего ошеломительного успеха. В свои 33 Илья – старший партнер в юридическом бюро, преподаватель в университете и узнаваемая медийная личность. Первым секретом успеха знаток считает, как бы банально это ни звучало, любопытство. Даже если, и может быть особенно если, вам вот эти непрактичные знания, бесполезные в вашей работе, даже если они не нужны для достижения какого-то успеха в узком понимании, конкретного успеха, они вам все равно пригодятся. Это как раз та ситуация, где участие важнее победы, здесь награда, то как вы растете над собой. Диплом о высшем образовании у Новикова один, однако об успешности и состоятельности этого мужчины мечтают и те, у кого красных корочек гораздо больше. Вторым пунктом тайны личностного роста Илья Сергеевич считает авантюризм. Не бояться, нет, прежде всего не бояться выставить себя в глупом положении, потому что если вы хотите быть всегда правым и никогда не ошибаться, то вы ничего не достигнете. По большому счету люди-то устроены одинаково. Да, просто у некоторых есть какая-то жилка, которая заставляет их интересоваться совершенно праздными вещами, которые не имеют отношения к их работе. А у кого-то нет. В Алматы Илья приехал не только для того, чтобы секретами карьеры делиться, но и чтобы помериться силами со знатоками всей Евразии. На вопрос о подготовке к каждой отдельной игре Новиков разве что не рассмеялся. Ничего лучшего в смысле тренировки для этой игры, чем просто играть, придумать невозможно. Если у вас есть какие-то иллюзии насчет того, что знаки в свободное время читают энциклопедию от корки до корки, от А до Я учат какие-то даты, это ничего не происходит. В конце концов, что где когда, игра действительно успешных, состоятельных и образованных людей. И возможно от советов Новикова жизнь кого-то из телезрителей кардинально изменится. Сабина Таргаева, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Сегодня утром в Алматы стартовали съемки новой части «Ангелов Тебетейки». Легендарная картина Шакена Айманова обретет новый вид. За продолжение взялся режиссер зарубежный, обещает, что все будет на уровне. Съемки проходили в обычной алматинской квартире. Эдакий флешбек в прошлое, где мама молодого паренька Тайлака искала ему невесту. Однако стоит сказать, что актеру Алимгазы Райенбекову 81 год. Теперь он играет дедушку, который будет помогать внуку найти свою любовь. Наш труд очень для меня важен, а я всегда стараюсь не забывать текст. Перед дублем всегда перечитываю, чтобы не пропустить ни одно слово. Кастинг для участия в фильме проходил три месяца. Легендарную песню Бибигульту Легеновой «Мама» заменят на трек от Сакена Майгазеева «Аслана». Кыргызский режиссер Найзабек Садыков, который взялся за сиквел, говорит, что будет все в жанре семейной комедии. Бюджет картины строго засекречен, поэтому насколько его хватит, создателям пока неизвестно. Насчет проката я ничего не могу сказать, но за свою часть, за съемочный период я могу сказать, что где-то к 20 октябрю надеюсь, что мы закончим все съемки. Также режиссер пообещал некий сюрприз для почитателей таланта Шакена Айманова, ведь в новой картине будет много отсылок в прошлое. На большие экраны картина обязательно выйдет, но вот когда даже ангел не знает, поэтому осторожно снимает Тебетейку. Артем Абленко, Ганиколов, новости ревю. Такой фильм лучше будет посмотреть вместе, со всей родней, с чаем и печеньем. Кстати, в этот уикенд весь Казахстан отмечал самый теплый праздник на земле – День семьи. Накормить толпу собравшихся семей решили под открытым небом. Эдакая атмосфера пикника помогла людям почувствовать себя одной большой командой. Угощали необычной пиццей, без холестерина поправиться от нее невозможно. Чаще всего в пицце используется такой продукт, как глутамат натрия, для того, чтобы улучшить вкус пиццы. Я, если честно, сама о нем случайно узнала совершенно недавно. В нашей пицце в тесте находится только мука и вода. Хотя звучит не очень-то диетически, съели всю пиццу минут за 10, чтобы, как говорится, с семьями подружиться. И познакомиться с пришедшими гостями все окунулись в атмосферу спортивную. Танцы, перетягивание каната до установка палаток. Но когда уже подул ветер с ароматом скуки, пришлось сворачиваться. Я не исключаю возможности, что на таких дворовых площадках могут вырасти будущие чемпионы. Почему нет? После такого скромного праздного дня Дня Семьи все отправились по домам. Знакомство дело утомительное, тем более под такую вкусную пищу. Артем Абленко, Адима Сейфула, Елдашу Дебергенов, Новости Ревю. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите Ревю каждый будний день в 20.30 на НТК и будьте в курсе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok